Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Долгожданное видео, которое вы давно просили. Обзор баз для гель-лака. С каждым днем становится все большее количество брендов. И просто нереально уследить за всеми новинками и их протестировать. В ролике я рассмотрю марки, которыми уже пользовалась. Те базы, которые успели себя зарекомендовать. Если я не говорю о каком-то бренде, то скорее всего я не работала с ним. И не могу отвечать за качество. Обязательно напишите в комментариях, какая база ваш любимчик. Это будет полезно почитать и другим мастерам. И конечно же подпишитесь на канал, чтобы не пропустить другие полезные обзоры. В этом обзоре поговорим о прозрачных базах. Рассмотрим их критерии, а также проведем специальные тесты. Отдельная категория это цветные базы. Например, камуфлирующие. Сейчас их большое изобилие в каждой марке. Они удобны для выполнения французского маникюра, а также просто создания красивого ухоженного вида ногтя. К цветным базам относятся белые, молочные, а также разноцветные. Но об этом уже поговорим в другом ролике. Поставьте пальчик вверх, если вам интересна эта тема. Перейдем непосредственно к самому обзору. Первый рассматриваемый критерий это консистенция. Могу разделить на жидкие, средние и густые. Конечно, средние можно было бы еще разделить на две категории. Это средние, жидкие и средние густые. Но мы с вами оставим только три. Следующий показатель – возможность выравнивания. Чем жиже база, тем легче она распределяется на ногти. Густые подойдут в работе новичкам, тем, кто еще работает медленно и боится сделать затеки. Жидкий, наоборот, для мастеров с опытом. Выравнивание одного пальчика жидкой базы будет занимать всего лишь несколько секунд. Третий показатель – пластичность. Наш ноготь постоянно находится в движении. И очень важно, чтобы база повторяла все изгибы ногтя. Как правило, чем гуще база, тем она пластичнее. И наоборот, более жидкая, хрупкая. Но это не всегда так. Поэтому предлагаю вам вместе провести тест на пластичность баз. Следующий показатель – желтизна. Сталкивалась с таким, что чем желтее база, тем больше она забирает цвет у гель-лака. Например, у меня был случай, когда я нанесла неоновый гель-лак, а после полимеризации в лампе он потерял свой неоновый оттенок, стал обычным. Конечно, и я, и клиент, мы немного расстроились, что цвет получился не таким, как мы изначально запланировали. Четвертый показатель – запах. В тесте я буду ориентироваться на свои органолептические способности. Для меня запах не критичен, но я знаю, что это очень важно для многих мастеров, так как у многих возникают аллергические реакции, вслезятся глаза, возникают неприятные ощущения. Показатель – жжение. Практически все базы при объемном выравнивающем слое вызывают жжение в процессе полимеризации. Это химическая реакция молекул фотоинициаторов, которые при образовании связи друг с другом выделяют тепло. Чтобы жжение не было сильным, в современных лампах есть пониженный режим света. Также можно, например, нанести перед выравнивающим слоем тонкий слой базы и его просушить. Ни в коем случае не стоит терпеть жжение, так как это может привести к ожогу ногтевой пластины, его отхождению от подногтевого ложа, а не холизису. Особенно сильно чувствуется жжение на тонких, истонченных, перепиленных ногтях. А также это зависит от индивидуальной особенности клиента. Еще один показатель, который также происходит в процессе полимеризации – это усадка. То есть проседание материала в процессе его носки, как правило, в стрессовые зоны на длинных ногтях. Чтобы избежать усадку, можно использовать жесткую базу. Если вы переживаете, что жесткая база не будет держаться на ногтях, вы можете сначала сделать тонкий слой более гибкой пластичной базы, и затем уже сделать выравнивание с жесткой базой. Давайте уже перейдем к тестированию. Для этого я подготовила специальную таблицу, в которую будут заносить показатели. Для вас я подготовила вот такой чек-лист с показателями различных баз. Здесь уже в основном все заполнено, кое-что нам придется еще дополнить вместе с вами. И первый гейлак, который мы рассмотрим – Синди Шелак, который был выпущен самым первым в 2011 году. Слово «шелак» стало именем нарицательным, и очень многие называют все гейлаки «шелаками», но это не совсем верно. Правильно говорить, что продукт называется гейлак. Здесь 7,3 мл, цена 1220 рублей. Консистенция очень жидкая. Данный гейлак не пригоден для выравнивания ногтевой пластины. Соответственно, усадки у него никакой не будет, так как он тонко будет нанесен. Запах у него достаточно резкий, кислотный. Особенность его в том, что перед нанесением не требуется шлифовка ногтевой пластины, а также не требуется праймер. Кисточка средняя, очень мягкая и неширокая. База не имеет желтого оттенка. Следующий гейлак у нас «Фаундейшн» от марки «Гелиш». Одна из моих самых любимых баз. Здесь 15 мл, стоимость 1590 рублей. Пожалуй, это одна из самых дорогостоящих баз, которые мы с вами рассмотрим. Но поверьте, она того стоит. Консистенция у нее средняя. Очень быстро получается выполнить выравнивание. Давайте продемонстрируем. Набираем каплю. И материал очень быстро распределяется. Посмотрите, буквально несколько движений, блик ровный. Кисточка короткая. Мне такая кисточка очень нравится, она удобная. Но здесь сделаны любители. Не каждый любит такие короткие кисточки. Поскольку обладает кислотным запахом, также наносится без праймера. Не имеет желтого оттенка. Следующий гей-лак у нас тортисо Раббер. 15 мл, стоимость 500 рублей. Густая база. Также хорошо выравнивается. Кисточка длинная, с мягким ворсом. Запах нейтральный, то есть не резкий кислотный. Минус данной базы, что она очень легко пузырится. Из-за того, что кисточка легко распушается. Посмотрите, уже есть пузырьки. Поэтому мастерам, конечно, неудобно ей работать, выгонять эти пузырики. Но выравнивание очень легкое. Также практически не имеет желтого оттенка. Следующая база у меня марки Эми. У них есть разные консистенции. Например, более жидкая, средняя и в моем случае густая. 15 мл, стоимость 850 рублей. Очень густая. Более трудно в разравнивании. Из-за своей густоты также очень сильно пузырится. Чуть труднее разравнивается из-за своей густоты. Очень сильно желтит. Поэтому обратите внимание на то, чтобы база не съела цвет гель-лака. Следующая база у нас Коди Раббер Бейс. Одна из самых распространенных баз и любимых мастерами. Очень густая. Отлично подходит для новичков. Хорошо держится на ногтевой пластине. Обладает достаточно резким запахом. Я думаю, что работая ей целый день, возможно, у вас будут какие-то неприятные ощущения. Дает желтизну. То есть говорит о том, что может съесть цветное покрытие. Дает усадку. Кисточка длинная, мягкая. Поскольку кисточка длинная и мягкая, также при опускании во флакончик она образует пузыри. Посмотрите. База новая, а уже вся в пузырях. Это, конечно, крайне неудобно для мастера. Посмотрим, как база Коди ведет себя при выравнивании. Она уже вся в пузырях. Выравнивание будет более длительное. База густая и медленно разравнивается. Есть неровности на поверхности. Совсем небольшой желтоватый оттенок. Но очень часто именно база Коди съедает цвет гель-лака. База My Love от Орнель. 15 мл. 500 рублей. Средняя по консистенции. Хорошо себя показала в носке. Легкое выравнивание. Запах, я сказала бы, средний. То есть и не совсем нейтральный, и не резкий. Кисточка длинная, мягкая и удобная в работе. Не имеет желтого оттенка. База Орнель Би Экстра. Эта база мне также понравилась в работе. 12 мл. стоимость 950 рублей. Средняя по консистенции. Средняя густая. Посмотрим на выравнивание. Выравнивание среднее. То есть и не быстро, и не медленно. Потихонечку саморазравнивается. Запах нейтральный. Минус ее в том, что как и другие густые базы, она пузырит. Имеет желтоватый оттенок, но небольшой. Следующая база Биутикс. Я знаю, что очень многие любят эту марку. У них есть две базы. Одна жидкая и густая. Жидкая подходит мастерам с опытом. Те, кто быстро работает, прям как водичка. То есть выравнивание за 10 секунд буквально на одном пальчике. 15 мл. стоимость 950 рублей. Очень быстро разравнивается на поверхности. Запах средний. Не желтит. И Биутикс густая база. Называется она Роял. 15 мл. также 950 рублей. Смотрите, очень густая. Очень сильно пузырит кисточка, так как она длинная. И ворсинки ее быстро расщепляются. Между них попадает воздух. Скорость выравнивания средняя. Минус ее в том, что она дает усадку. Не желтит. Но обратите внимание на присутствующие пузыри в базе. База Артекс Корректор Раббер. 15 мл. 750 рублей. Достаточно густая. Посмотрите, как сильно тянется. Прозрачная, мягкая кисточка средней длины. Себя также показала отлично в носке на клиентах. Долго выравнивается. Из-за густоты. Сильный желтый оттенок. База Артекс Смарт Корректор. Более жидкая, в отличие от предыдущей. Быстро саморазравнивается. Обладает прозрачной, мягкой кистью. Поскольку более жидкая, способна трескаться на ноготочках слабых. Вравнивание очень быстрое. То есть, буквально проход, и она уже ровненькая. Запах нейтральный. Без желтого оттенка. База Дива. 15 мл. 700 рублей. Густая. За счет своей густоты также образуются пузыри. Хорошо носится, но также бывают отслойки в зоне свободного края. Посмотрим на способность саморазравниваться. Смотрите, какое долгое, трудное разравнивание. Бугарки никак не хотят уходить и становиться ровными. То есть, такой базы вам придется посидеть и долго ее пораскладывать. Запах средний. Минус базы Дивы в том, что она достаточно сильно печет при полимеризации. База не желтит. База Клео Раббер. 15 мл. 670 рублей. Очень густая. Посмотрите, как она тянется. Кисточка короткая, достаточно жесткая. Посмотрим на выравнивание. Неудобно то, что материал очень сильно тянется за кистью. Из-за этого флакончик будет быстро пачкаться. Выравнивание очень трудное. Посмотрите, какие бугры не разравниваются. Достаточно сильно пузырит. Запах нейтральный. Посмотрите, вокруг капельки прям достаточно сильный желтый оттенок, а также наличие пузыриков. База от Дэнс Легенд by Юлия Билей. Файбер Бейс. Эта база необычная. Она молочного цвета, с микроволокнами, которые позволяют укрепить ногтевую пластину. Средне-густая, я бы сказала, по консистенции. Кисточка сильно распушается, за счет чего появляется много пузырей в покрытии. Но база эта меня разочаровала тем, что она дает также усадку. Запах лаковый. База молочного оттенка не дает желтизны. База от Гратол Рабр. Очень густая. В школе мы даже использовали ее для дизайнов, таких как единорог, или каких-то объемных элементов, где нам необходима была высота материала. Очень сильно пузырится. Маленький объем 9 мл, стоимость 395 рублей. Конечно, очень бюджетно. Держится, в принципе, она так же, как и все, неплохо. У некоторых клиентов бывают отслойки. Трудно саморазравнивается. Если вы новичок, я думаю, вам комфортно будет работать такой медленной консистенции. Но, конечно, опытному мастеру придется очень долго раскладывать данный материал, и наличие пузырей просто убивает во флакончике. Запах средний. База не имеет желтого оттенка, но также наличие большого количества пузырьков. Гратол IQ Base. 9 мл, 395 рублей. Густая консистенция. Такая же кисть, большое количество пузырей. Выравнивание происходит быстрее, чем у предыдущей базы. Интересно, что база Gratol имела сильно желтый оттенок, когда я ее нанесла на фольгу. Сейчас я его не замечаю, но большое количество пузырей. База марки On IQ Odyssey. Именно этой базой сейчас мы работаем в школе. Она меня устраивает по адгезии. Хорошо держится. Средняя по консистенции. Бывают пузырики за счет консистенции. Быстро разравнивается на ногти. Посмотрите, буквально пару движений, и уже поверхность стала ровной. Запах нейтральный. База практически прозрачная, не имеет оттенка. Все базы приблизительно наносятся одинаково. Что это значит? На каких-то клиентах просто идеально, без отслоек. Но есть проблемные ноготочки, например, очень гибкие или влажные. База на ней будет отсваиваться. Для каждого клиента и каждых рук необходимо подобрать оптимальную базу. База Gelish дала небольшую усадку. Проверим на пластичность. Отделяю от файла, начинаю сгибать. База очень пластичная, не рвется. Мягкая, пластичная, да. Тортиса также дала небольшую усадку. Хорошая липкость. База не сгибается, не рвется, не сгибается. Говорит ее о ее повышенной пластичности. База Emi Maxi дала самую большую усадку. Можно видеть много бороздочек на поверхности. С крайним трудом порвалась. База Kodi дала усадку. Очень пластичная, также с трудом порвалась. База Arnel My Love не дала усадку. Так, не просто гнется, то есть достаточно жесткая. При сгибании на поверхности начинают образовываться трещинки. Соответственно, у вас также на ногтях они могут появиться. В итоге треснула. Отнесем ее к средне-жестким. База Arnel B-Extra совсем небольшую усадку дала. Видите, как быстро треснула. Жесткая база может также треснуть и на ногтях ваших клиентов. База Beautyx, обычная, которая жидкая, не дала усадку, с трудом порвалась. Отнесем ее к средне-жесткой. База Beautyx Royal совсем минимальная усадка, то есть ужимание файлика. Средне-жесткая. База Artex Correct Rubber дала усадку. Смотрите, как быстро она треснула. Она относится именно к твердым базам. То есть на тонких ногтях она очень быстро потрескается. Artex Smart Corrector практически не дала усадку. Также ломается вся, как стекло. База Diva дала минимальную усадку. Также трескается. Именно этим и обусловлено ее отслаивание на проблемных ногтях в зоне свободного края. База Clio. Посмотрите, я даже не могу снять с фалика, она вся растрескивается. Также жесткая база. База Dance Legend Fiber. Очень пластичная. Легко изгибается. Не оставляет заломов. Практически с большим трудом вот она рвется. Хорошая пластичность. Да. База Gratol IQ. Хорошая пластичность. Не трескается. Gratol Rubber Base. Также хорошая пластичность. База Odissei. Без усадки. Не пластичная. Не трескается при сгибании. И не рвется. Также да. Обязательно проверьте таким же образом свою базу на пластичность. Давайте подведем итог нашего теста. Некоторые базы, которые были густыми, оказались хрупкими, не пластичными. То есть показатель консистенции не всегда говорит о пластичности базы. Еще один вопрос, который я уверена вас интересует, это гипоаллергенность баз. Поскольку мы имеем дело с химическими веществами, то говорить о 100% безопасной базе не приходится. Все зависит от индивидуальной переносимости тех или иных компонентов. Ведь зачастую аллергия бывает не на сам гейлак, а на используемые препараты. В ролике мы рассмотрели основные показатели. Очень важно в них разбираться. Знать, от чего зависят те или иные процессы. Хочу подчеркнуть, что нет единой универсальной базы, которая подходит абсолютно всем клиентам. В арсенале необходимо иметь несколько видов баз, чтобы подобрать оптимальный вариант для каждого, который будет отлично носиться без сколов и отслоек. Пишите в комментариях свое мнение о базовых покрытиях. Всем успехов в работе! Пока-пока!